всем привет с вами Нина и я рада что вы заглянули в мою творческую мастерскую я получила очень много комментариев по плетению сердечек и сегодня мы с вами будем сердечки плести я покажу один или два варианта плетения но перед этим я хочу вам немножечко рассказать по поводу вот других сердечек тоже приходили вопросы вот по поводу этих и также еще покажу все-таки то что мы в итоге получим для тех кто не видел предыдущий выпуск давайте посмотрим какие есть варианты сердец вот эти сердечки они плетутся просто вариантом заплетения косички самой обычной косички которую мы заплетаем волосах и делаем сердце в принципе этот вариант просто различается тем что количество трубочек здесь вот у нас три трубочки вот в этом варианте получается что у нас шесть трубочек то есть 2 2 2 мы заплетаем и вот этот вариант у нас плетется из девяти трубочек значит по поводу вот этих сердец значит они плетутся ну то есть изначально плетется полотно из плетения веревочка то есть мы плетем просто полотно и затем из этого полотна по шаблону вырезаем сердечко здесь наверное вы можете заметить срез и чтобы его скрыть я просто наклеила обычную трубочку и то же самое маленькие сердечки вот они получаются такие очень миленькие здесь когда край прикрываем то получается очень здорово ну и соответственно потом эти сердечки можно украсить вот я украсила джутовой веревочкой здесь аппликация вот еще вот у меня есть вот такое сердце здесь я просто взяла несколько трубочек сделала в виде сердца и здесь вот одной трубочкой обмотала ну как бы украсила декоративный такой вариант ну и вот эти все сердца они естественно потом должны как-то скрепляться поэтому вот я их просто веревочка здесь скрепляю и здесь вот ну и то же самое вот в этих вариантах вот ну еще большое сердце я украсила вот таким маленьким сердечком то есть мне показалось это уместно украшать можно как угодно то есть здесь уже это чисто индивидуальное решение потому что имеет вариант еще атласные ленты вот тоже в таких же тонах тоже мне кажется смотрится очень романтично особенно светлое сердце и вот такие светлые с темными атласные ленты и также вот в маленьких сердечках здесь тоже можно украсть можно не украшать вот просто получается здесь трубочками скрепить ну и сделать петельку а можно вот так же атласными ленточками украсить тоже мне очень понравилось красиво смотрится вот ну и последний вариант сердечко вот так смотрится с изнаночной стороны так с лицевой здесь просто берется тоненькая бумага или газета и на нее наклеиваются трубочки это вот можно делать из остатков трубочек всегда после работы остаются так что берете обычную бумагу и на нее вот трубочки наклеиваем здесь здесь потом между собой вот эти два полотна склеиваем так как здесь получается срез достаточно широкий тут можно либо две трубочки приклеить либо вот как я это сделала с помощью атласной ленты вот у меня тоненькая лента даже не знаю какой ширины ну можно подобрать ну и соответственно здесь я уже вот украсила тоже лентами получается вполне красивая романтичная вот такое сердечко ну вроде бы все варианты мы рассмотрели ну и немножечко расскажу о газетных трубочках важно чтобы они были пластичные влажные вот я их храню в полиэтиленовых файликах красила морилкой и затем покрывала сверху лаком с водой подсушивала феном то есть этот способ дает такой очень хороший эффект то есть трубочки очень пластичные склеивается скрутка вот такой способ я показываю в своем видео вот как сделать такие трубочки вот здесь подсказку оставлю переходите делайте потому что это очень важно чтобы у вас сердечках не было заломов чтобы трубочки хорошо смотрелись делала я их из полоски 7 сантиметров и крутила на спицу полтора миллиметра так что готовьте лозу а вот а мы приступаем плетению сердечек будем плести сердечки из косичек начнем с самого простого варианта здесь мы берем всего три трубочки то есть у нас получится три трубочки с одной три с другой и одна трубочка для того чтобы скрепить сердечко то есть всего нам понадобится 7 трубочек три трубочки скрепляем между собой в том месте где мы начала начинали их скручивать вот у нас видите здесь крутка заканчивается а скрепляем и вот с этой стороны имейте в работе вот такие маленькие резиночки они очень помогают в каких-то моментах и для начала плетения и вот где-то если нужно скрепить трубочки так вот так фиксируем вот здесь вот тоненькая часть она потом в любом случае будет обрезаться да даже в принципе ее можно сразу тоже срезать чтобы она не мешала и начинаем заплетать обычную косичку но когда будем плести имейте ввиду что нужно сразу немножечко изгибать чтобы плетение уже в сердечко загибалась вот в такой изгиб образцу будем сейчас ровнять если у вас нету образца то сделайте из бумаги шаблон вырежете и по нему замеряйте плетем достаточно плотно чтобы вот здесь не было промежутков и косичка красиво смотрелось немножечко трубочку вот так прижимаем перед тем как заводить вот так вот так вот так ну вот уже у меня какая косичка получается следим за тем чтобы она была ровненькая по толщине вот так вот ее выравниваем и также нужно обязательно приплюснуть чтобы трубочки сразу пока влажные хорошо очень легли вот ну и конечно же я сразу ее загибаю в дугу здесь вот я примерю чтобы у меня здесь красивый был изгиб нужно обязательно формировать дугу потому что трубочки высыхают и они должны сразу высыхать так как нам нужно чтобы они в сердце формировались хорошо получается и теперь так продолжаем дальше до того пока не закончатся трубочки то есть как раз получится вот здесь вот вот Музыка Вот когда подходим к концу плетения, то здесь у нас уже плетение должно выгибаться не вот в эту сторону, вот как мы делали дугу, а в противоположную, потому что у нас вот здесь хвостик уже сюда уходит, поэтому вот я примеряю, смотрю, что мне уже сейчас нужно будет загибать вот сюда сердце и выводить на финиш. Музыка Музыка Здесь у нас в конце склейка, мы ее обрезаем, потому что она здесь снизу будет некрасиво смотреться. После того как обрезали, уже смотрим где будет окончание сердечка, здесь мы еще будем трубочками скреплять, поэтому сейчас я уже выведу здесь и сделаю их ровными. Музыка И в самом конце также резиночкой буду скреплять, и затем когда вторую половинку сплету, то уже мы в этом месте будем их соединять. Музыка Ну вот и все, одна половинка готова. Сейчас я ее еще здесь немножечко буду выравнивать. Вот она конечно не зафиксируется полностью, потому что вот так вот очень гнется. Вот, потом мы еще будем грунтовать, чтобы сердце было более плотным. Ну, сейчас в любом случае, я насколько это возможно, сделаю изгиб и приступаю к плетению второй половинки. Пока мы плетем вторую половинку сердца, эту можно выровнять вот по другому сердцу или по шаблону и прижать либо ножницами, либо каким-то другим предметом. И как раз за это время она немножечко сформируется. Музыка Я сплела вторую половинку. Первая тем временем у нас подсохла. И уже вот обрела свой размер сердца, половинки сердца. Вот, вторую, конечно же, мы сверяем с первой, чтобы она была точно такая же. И точно так же на какое-то время оставляем ее немножечко подсохнуть и затем уже две половинки будем скреплять. Обе половинки готовы. Теперь они очень похожи на сердце и когда мы скрепим, это уже будет окончательный вариант. Теперь остается только взять трубочку и соединить их снизу, а затем сверху. Уже снимаем вот эти резиночки. Здесь накладываем одну трубочку поверх другой. Максимально приплюснем трубочки. Трубочки выравниваем снизу. И с обратной стороны, с изнаночной, подклеиваем трубочку здесь снизу и начинаем обматывать. Я думаю, что, как у меня здесь три раза я обмотала, как раз получается нормально. То есть здесь заправим хвостик, обмотаем и с этой стороны тоже будем заправлять. Для приклеивания трубочки используем полимерный клей. Трубочку прижимаем и минуты на две удерживаем, чтобы она приклеилась. И затем вот эту трубочку, которую будем обматывать, ее нужно сделать плоской, чтобы на ней не было заломов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я сделала три витка, делаю срез, чтобы он был вот к этим трубочкам. И сейчас здесь капну клей и вот так вот приклею. Чтобы здесь хвостик не торчал, его даже можно заправить под трубочки вот так. И с изнанки будет лучше смотреться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прижимаем и какое-то время удерживаем, чтобы клей схватился. Все снизу готово. И теперь остается сделать то же самое сверху. Также убираем резиночки. Для того, чтобы вот эти трубочки между собой хорошо соединялись, можно между ними тоже капнуть капельку клея. Вот так прижать в самом начале. А затем уже трубочкой обматывать. Ну, так будет удобнее. Так что вот этот остаток трубочки, который остался, его вот так же делаем плоским. И здесь делаем два витка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, сердечко готово. Сейчас оно еще гнется, так что можете его выровнять. Посмотрите, чтобы левая и правая половинка были симметричными. Вот здесь нужно тоже вот так вот хорошо прижать, чтобы сердечко смотрелось нормально. Все, вот так вот обратная сторона выглядит. Теперь дайте ему просохнуть, так как здесь у нас трубочки были покрыты лаком с водой, чтобы они просохли. И нужно будет еще на второй слой прогрунтовать. Либо можно прогрунтовать обычной грунтовкой глубокого проникновения, которая продается в магазинах. Или можно прогрунтовать лаком с водой и подсушить. Так что это самый простой вариант сердечка. Как вы убедились, оно плетется достаточно легко и быстро. Поэтому экспериментируйте, плетите, тренируйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok